В прошлом матче забил твой земляк Крыховик, а сейчас ты. У нас в Локомотиве новая какая-то польская особая связка? Не знаю. Самое главное, чтобы команда всегда побеждала. Мы помогли сегодня команде. И Джейкош тоже отдал голевой пас. Видно, что хорошо. Адаптировался в команде сразу. Стал важным игроком команды. И чтобы так было в следующих матчах. Но самое главное, три очка. Момент с голом ты навешивал или осознанно бил? Я хотел пробить в дальний угол. Там еще кто-то, Федя Смолов, по-моему, набегал. И, наверное, это тоже помешало вратару. Прошлый матч ты пропускал из-за травмы. Сейчас можно сказать, что ты полностью готов? Все окей? Да. В прошлом матче против Крылья не мог сыграть. На разминке в Оренбурге почувствовал под коленом боль. Играл там, но не на своем уровне. И не смог на 100% там играть. Сегодня получше. Но надо еще много работать. Мне, индивидуально, команде, чтобы играть на высоком уровне. Сегодня только. Но во втором тайме мы прибавили, получше играли. Надо у нас, чтобы мы больше открывались вперед, быстрее. В пас играли. Но это придет. Я уверен, что в прошлом сезоне получалось. Будет и в этом сезоне получаться. Ты сегодня играл справа. При этом раньше ты говорил, что тебе не очень комфортно играть с правой стороны. Но теперь, может быть, это станет твоей любимой позицией. Будешь оттуда забивать почаще? Не, ну, конечно. Мне удобнее играть с левой, на левом фланге. Но сегодня пришлось играть на правой. Тренер так решил за то, что Игнат получил красную. И я, конечно, был не против. Буду играть там, где тренер не поставить и вообще без вопросов. Потом еще я играл чуть повыше, правый опуск засчитника. Удобнее, конечно, с левой. Но не могу отказать и не могу сказать нет тренеру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова